Для обеспеченной публики, которая считает Porsche Cayenne слишком попсовым, на нашем скромном рынке имеется любопытное предложение — итальянский кроссовер Maserati Levante. В России только что прибыла партия слегка подновлённых машин, что отличаются задними фонарями и свежей медиасистемой. Но это всё мелочи, ведь главное, до России наконец добрались восьмицилиндровые модификации. Обе они оснащены битурбомоторами Ferrari и восьмиступенчатыми автоматами, а различаются степенью форсировки и настройками шасси. Правда, внедрение силового агрегата от именитого суперкара здорово взвинтило цену — если шестицилиндровый Levante реально купить за семь-восемь миллионов, то пара дополнительных горшков повышает цену практически вдвое. Тем временем в Европе Levante готовится к отказу от дизеля V6 — самой дешёвой версии в гамме кроссовера. На замену ему представлен мягкий гибрид, построенный вокруг двухлитровой битурбочетвёрки. Помимо турбокомпрессора тут есть и электрический наддув. Появится ли такой Levante в России — пока неизвестно. Следующей новостью можно проиллюстрировать учебник «Грандиозные ошибки маркетологов, которые нельзя повторять никому». Ибо настолько бестолкового вложения средств, что показала марка Alfa Romeo, в автопроме не случалось ну очень давно. Так вот, в 2016 году Alfa презентовала очередную программу «Очередного возрождения хронически убыточного бренда». И ради достижения этой цели планировалось потратить баснословные 5 миллиардов евро. С чистого листа итальянцы разработали заднеприводную платформу Giorgio, в которой не было ни одной детали от других моделей. Из этой архитектуры планировалось вырастить 8 свежих моделей. Но не сложилось. В серию пошли только седан Giulia и кроссовер Stelvio. Машины классные, но в европейском рейтинге продаж они занимают 17-18 строчки в своих классах. И теперь, как сообщает Automotive News, когда Giulia и Stelvio отживут свой срок, с ними на покой отправится сама заднеприводная тележка. За скобками остались еще две свежие модели — уже готовый Jeep Grand Cherokee и грядущий кроссовер Maserati Gricale. Не выйти на рынок они уже не могут. Но на этом, видимо, все. А ведь платформа Giorgio проектировалась, дабы вывести альфу на емкий американский рынок и отвоевывать его у Audi, BMW и Mercedes. Кстати, одно время ходили слухи, будто архитектура слишком хороша для того, чтобы оставить ее исключительно за альфами. Марки Lancia, Dodge и Chrysler изгладались по действительно новым моделям. Однако американцы от вроде бы перспективной тележки отказались, а будущее альфы отныне только электрическое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова